Мне было 19 лет, когда немцы оккупировали Варшаву. Совсем скоро начался ужас. Все это было тяжело для меня. Мой отец был в польском подпорье, но он не смог бы защитить меня. Он протащил меня на поезд, идущий на восток. Там я мог связаться со знакомыми ему партизанами. На всякий случай он дал мне кинжал. Это был последний раз, когда я его видел. Внезапно поезд останавливается. Грузите их всех и проверьте документы. Скоро моя очередь. Они схватят меня. Мне нужно бежать. Внезапно раздался громкий свисток поезда, и поезд уже двигается без нас. Пассажиры начали нервно кричать. В этом хаосе я выскользнул из очереди и прокрался в вагон, в котором не было людей. Поезд продолжал двигаться. Мой план – выскочить до следующей остановки, прежде чем они что-то заподозрят. От усталости я уснул. Проснулся от звука открывающейся двери. Понятия не имел, где я. Немецкий солдат тяжело толкнул меня. Я поздоровался с ним по-польски, и он меня не заподозрил. Я понял, что мне нужно бежать как можно скорее. Солдат предложил мне немного еды. Очень вежливо. Потом он оперся на дверь вагона и уснул. Поезд начал тормозить. Пора прыгать. Но если я открою дверь, то солдат проснется. Он поймет, что я собрался сбежать и убьет меня. Я достал кинжал. Я никогда никого не убивал. Сердце билось. Я колебался, но потом... Вспомнил. Солдат громко закричал. Я открыл дверь. Раздались крики со всех сторон. Вокруг меня засвистели выстрелы. Я прыгнул в канаву и, приземлившись на голову, потерял сознание. Я очнулся от звука гудка. Поезд уезжал. Они решили, что убили меня. Понемногу мне удалось отползти от железнодорожных путей в лес. Через пару дней, голодный, я добрался до Белоруссии, где присоединился к партизанам. Продолжение следует...